Приветствую вас. Вы знаете, хотелось бы начать, наверное, с того, что отмечу ответ Кудрючева Игоря Леонидовича. Мне показался его ответ наиболее адекватным, наиболее таким глубоким, да, и, в общем-то, лаконичным. Посмотрите, вот на его ответ я рекомендую вам обратить внимание, если, конечно, вас интересует реальное решение о проблеме. Дальше, вы пишите, я запуталась, да, то есть вот, когда человек пишет, что он запутался, это означает, что есть определенный конфликт, конфликт, да, представляет, что-то с чем-то конфликтует, что-то с чем-то борется, что-то с чем-то, пытается, ну, что-то пытается подавить другое, Другое... А, то есть, одно пытается показать другое. Одни мысли пытаются показать другие. Это, баба, нет гармонии получается. Вот. И это говорит о том, что со своими желаниями, со своими потребностями, но увы, не в ладах. Вот. Вы не в ладах. То есть не то, чтобы я вас обвиняю, я просто говорю о том, что данная проблема, она не могла начаться в браке никак, вот. То есть данная проблема, она началась, скорее всего, ещё до брака, она уже имела место быть у вас. Вот, ну просто вы, наверное, её не замечали или может быть что-то ещё, но тем не менее, тем не менее, как бы если человек путается, да, то это показатель. Дальше, так, муж, значит, полгода назад в моей семье начались проблемы. Знаете, вот в тоже такой достаточно интересный момент, вы пишите, в моей семье начались проблемы. Семья это что такое? Ну вот объективно, что такое семья? Что такое семья? Семья это образование? А? Это определённое образование. Семья. Соответственно, как у семьи, которая является образованием, может быть проблема, может быть у вас, у мужа. У ребёнка. У ребёнка. Никак не у семьи в целом. Поэтому, о чём здесь можно говорить? По факту. По факту здесь можно говорить о том, что вы склонны обезличивать людей. К сожалению, вы склонны обезличивать и, возможно, обесценивать людей. Ну, вот. Свою семью. Ну, отношения в своей семье вы склонны обезличивать и обесценивать. Семью вы считаете неким таким самостоятельным образованием, как бы отдельным от людей. Это не так. Потому что семья – это образование людей. Люди определяют семью, а не семья людей. Но вы, видимо, считаете по-другому. Вы, видимо, считаете иначе. Такое впечатление, по крайней мере, это даёт. Да, я сейчас говорю только исключительно про впечатление. Что впечатляю. Для того, что выпущу что-то. Дальше. Муж перестал обращать на меня внимание. При мне уделять внимание другим женщине перестал объяснять что-то. Перестал звонить. А причины-то какие у этого. Ведь серьёзный достаточно момент. Муж перестал обращать на вас внимательно. Муж перестал, значит, вас, условно говоря, ценить. Ну, это важно. Это проблема, да. Это проблема. Так… А-а-а-а… Причина-то в чём? Причина-то этого какая? Вы говорите, что мы ругались только. Ну, а причина вы ничего не говорите. То, что у вашего мужа, может быть, есть основания так себя вести, ну, вы, судя по всему, не учитываете, что ваш муж может вести себя так, ну, потому что, вы не учитываете того факта, что ваш муж может вести себя так, потому что у него есть, ну, на это определенные какие-то причины. К примеру, вы почему-то это в расчет не берете? Почему-то, я бы очень хотел знать, почему вы не берете этого расчета. То есть, почему вы не пытались выяснить, что с вашим мужем не так, да? А вместо этого ругались с ним. Ну, про ругались еще скажем сейчас, вот. Дальше, вы говорите, он стал обращать внимание при на других, значит, женщин, ну, ну, на других, на других девушек. Ну. Как вы это восприняли? То есть, то, что вам неприятно, это понятно. И еще раз, меня интересует то, как вы это восприняли. Вот именно восприятие этого меня интересует. Испытывали ли вы ревность, к примеру? Испытывали ли вы что-то еще? Сравнивали ли вы себя с, ну, вот, с женщинами, с другими, с которыми вас муж сравнивал. Склонны ли вы вообще себя сравнивать с кем-либо? Это все очень важные моменты, без которых определить вашу текущую позицию, ваше текущее положение не представляется возможным. Никак. Вот. Как вы восприняли поведение своего мужа? Вы восприняли это в контексте себя или в контексте его? Мне почему-то кажется, что больше вы восприняли это в контексте себя. Да. Могу вас спать. Конечно. Дальше. Вы пишите, мы ругали. Опять же. Кто мы? Кто мы ругали? То есть, вы ругали? Снежка. Вы ругали. И у того, что вы ругались, вот именно вы ругались. Именно то, что у вас, Снежка, были причины и основания ругаться. Это важно. Но, между тем, как правильно сказал мой коллега, что вы здесь снимаете ответственность за то, что происходит в себя. Складывается ощущение, что только вот, ну, только мужчина виноват в том, что происходит. Только он сделал что-то такое вот, значит, неприемлемое, что и повлекло проблему. Между вами. Ну, у вас. Да? Это и так. Причины, по которым вы ругались, нужно разбираться. Причины, по которым вы ругались, нужно разбираться. Потому что, как сказал мой коллега, опять же, те проблемы, которые у вас были в отношениях, да, те проблемы, они эти проблемы никуда не уйдут, никуда не денутся. Вот. Что надо? Эти проблемы останутся с вами. Вот. Эти проблемы будут с вами. Если вы с ними ничего не сделаете. Как бы. Вот. Если вы их не разберете. Ну, как бы. Для, для себя. Вот. Понимаете, да? Надеюсь, о чем идет дальше. Потом, через пару месяцев я случайно увидел сообщение от девочки. Он начал нервничать, вырвал телефонный рук, начал хамить, не объяснил ничего. Я поняла, что любви больше нет. А. Как, как вы поняли, что любви больше нет. А. Исходя, вот, из того, что произошло, ну, для меня, наверное, загадка. Потому что, никаким образом, никаким образом, это не характеризует наличие любви. Это первое. А. Второе. Второе. А. С его стороны, это один момент. А. Что насчет вашей стороны? Что насчет вашей стороны? Ведь ваша сторона, она тоже, ну, наверное, как-то участвует в этом. Вот. А у меня такое ощущение, что нет, что есть только любовь со стороны мужчины и все. Если вы через месяц познакомились уже с другим и не попытались даже восстановить отношения, а вместо этого требовали объяснение ее от своего мужа. Вот. Понимаете, какая ссорая. Соста любви нет, но вопрос в том, у кого нет любви? У кого ее нет? Может быть, у вас нет любви? Это, ну, это более такой вероятный расклад, что у вас нет любви к нему, к примеру. Потому что его не характеризует, его не характеризует никак то, что вот произошло. Потому что это может быть и защитная реакция, реакция. На ваши действия, на ваше поведение и так далее. Да, сообщение о девочке, это не очень приятно, но это показатель определенного кризиса в отношениях. И если вы, если вы говорите, что любовь, ну, хотя бы была, хотя бы была, то попытаться восстановить отношения. Попытаться понять, что случилось с мужем. Попытаться понять, почему он так себя ведет, да? Мужем. А вы этого не сделали. По сути. То есть я вас не обвиняю. Нет цели вас обвинить. Просто хочу, чтобы вы увидели ситуацию такой, какая она есть. Дальше. Так, через месяц познакомился с мужчиной старше меня. Он оказался женат, есть двое детей. Я поняла, возможно, я смогу так себя отвлечь. Ну вот опять, да, Снежка? То есть вы себя хотите отвлечь. Не решить проблемы, да, как таковые, а отвлечь. Вы себя хотите. Отвлечение, но отвлечение проблем не решают, к сожалению. Отвлечение, к сожалению, проблемы не устраняют. Понимаете? Да, может быть это звучит, ну, неприятно для вас. Может быть это звучит не так, как вам бы хотелось. Может быть. Может быть. Но это так. Это правда. Здесь это правда. Дальше. Так. То, что вырвало нашу нервность, все же говорит о том, что ему не все равно. Если бы не любила, то ему было бы все равно. Так. Начала общение. Спустя месяц я ушла от мужа. Он был безразличен. Сказал, что все равно вернулись. Ну вот опять, да, то есть вы как бы здесь, а чего-то ждете от него, про себя вообще ничего вы не пишете. То есть почему вы ушли от мужа, ушли ли вы от него, потому что, ну, к примеру, к примеру, к примеру, к примеру, к примеру, больше не чувствовали, больше не чувствовали любви. Вот. Или, или что, или как, да, то есть вот, не раскрывайте вы этого. Абсолютно. Совершенно. Вот. А нужно, это нужно раскрыть. Это нужно раскрыть, потому что это очень важный, это очень важный момент. Вот. Для нас, ээээ, для нас, психологов, это важный момент. Дальше. На что он был безразличен, сказал, что все равно вернулись. Это означает только лишь, что вы в отношениях с ним себя как-то обесценивали, себя как-то принижали. В отношениях с ним вы, эээ, ну, возможно, эээ, не вели себя, эээ, условно говоря, соответствующим образом. Вот. В отношениях с ним. В отношениях с ним. То есть вы в отношениях с ним, ээээ, себя зарекомендовали, как, ээээ, ну, я бы сказал, наверное, ээээ, как, как зависимое лицо. Ну, больше. Вот так вот. Я бы сказал. Вот. Почему? Так. Это уже вопрос. Может быть действительно муж вас не любит, но если, если так, то опять же это произошло, ээээ, не ээээ, какой-то отдельный момент. Да, это, это случилось, эээ, вероятно уже давно. Может быть действительно любовь, любовь и прошла. Но, непонятно с чего вы хотите во всей этой истории. Вы договоритесь, что вы хотите любви и любовь нужна вам. Не человеку, другому вы готовы любовь дарить. А любовь вы хотите получать. Вам не хватает любви. Знаете, какая история? А для чего вам любовь? Почему вы хотите любви? Вот, вот о чем нужно подумать. Дальше. Так. Когда узнал, что я имею другие отношения, начал активно определять интерес, просить прощения, плакать. Ну, здесь, словно сказать, что это, это элементы созависимости, возможности, возможности. Это, эээ, так вот вы себя зарекомендовали в отношениях. То есть сказать тут достаточно сложно. Вот. Сделал, что не осознавал, насколько увел себя эгоистично, я уже общаюсь с другими. Эээ, не совсем понятно ваша позиция. Да? То есть, ну, общаетесь вы с другим, как бы, ну и что? То есть, общение, общение с другим это не, как бы, ну, не свадьба, да? Общение с другим это не, окольцевание им, эээ, вас. То есть, то есть, странная, как бы, странная аргументация здесь, надо сказать. Что, вот, я, ну, я уже общаюсь с другими. Общение это не, это не встречение, не встречание, так бы, даже, эээ, не встречаетесь, эээ, по факту. Вот. То есть, тут опять же, вот, эээ, хотелось бы к вопросу, к вопросу о том, что вам нужно. Вопросу о том, эээ, чего вы хотите. Вот. Дальше. Так, мы просто проводим время вместе, не планируя будущее, мне с ним хорошо. Вот именно, вам хорошо с ним, но плохо без него. Что, как бы, говорит о том, что вы, в некоторой степени, да, зависимы от, эээ, людей вокруг вас. Вот. Хорошо ли это? Нет. Потому что это делает вас не самостоятельно, это делает вас зависимым. Потому что, ну, ну, вот, вы зависите от, эээ, к примеру, эээ, ну, от мужчин вы зависите. В данном случае. Понимаете, да? Надо, о чем идти встречу. Дальше, эээ, так, у него свои тайны, у меня свои. А вот здесь, что интересно, эээ, вам, вероятно, не хватает, эээ, личных, личных границ. Вам не хватает, вам не хватает, эээ, установленных личных границ. Вам не хватает, эээ, вот, того, чтобы, ну, чтобы в отношениях были, эээ, какие-то, вот, эээ, удобные для вас, хорошие для вас, эээ, личные, личные границы. Опять же, это вопрос, эээ, о том, как вы, как вы устраивали отношения с эээ, своим мужем. Вот, то-то-то вы сейчас, эээ, в отношениях с эээ, новым мужчиной, ээээээ. Конпенсируйте просто... что вам, чего вам не хватало. Софизов. Вот, и всё, по сути, по сути дела, и вот, ооо, пока вы не насытитесь, да, пока вы не насытитесь, к примеру, ну, вы будете вместе, да, а что потом будет дальше? Дальше, эм, так, эм, значит, я не требую от него бросить вину, просто нам нужно время, время наше, что нам хорошо вдвоём, но тем больше я увлекаюсь новым мужчиной, если на случай ведёт себя бывший муж, это созависимые отношения, можете почитать про созависимость, мы не живём вместе, я живу одна, но это понятно, вы сказали, что у нас есть сын, он проводит время, то он может у меня сколько хочет, к чему, это не совсем понятно, бывший муж, буквально, про испрощение, обещает обновление каждый день. Знаете, вот, складывается такое чувство, у меня, по крайней мере, что вам хочется каких-то действий от мужчин, мужчин, ну, в частности, вот, от мужчины, с которым вы сейчас находитесь в отношениях, ну, ну, в отношениях, вот. То есть, складывается ощущение такое, что вам нужно от мужчин что-то. Понимаете? делать. То есть, не вы готовы что-то делать для человека, а для вас должны делать. как бы, как бы, вы нуждаетесь. Ну, всё. И не то чтобы, не то чтобы, не то чтобы, это прямо, прямо плохо. Будет то чтобы. Просто личную, личную ответственность нужно взять, опять же, за то, что вам хочется. А то, получается, не отношения, а какая-то, знаете, постоянная, ну, постоянная потребность в каких-то действиях с стороны мужчин, да, и отсюда зависимость, ну, зависимость от них. Что, на мой взгляд, вам очень сильно вредит, потому что вы, опять же, себя обесцениваете здесь и ставите в зависимости. от других людей. Вот. Дальше. Дальше. Так. Эээ, дальше вы пишете, он ведь от тебя простые дьяны говорит, что не хочет терять семью и хочет сохранить отношения. Что мне делать? Что делать? Что делать? Что делать? Чтобы, чтобы что? Мужчина вам, на самом деле, прямым, в общем, текстом говорит о том, что он хочет. и о том говорит, что ему важно, и о том говорит, что ему нужно, и о том говорит, к чему он, собственно, стремится. вот. Мужчина вам говорит об этом, прямым, текстом. Вот. И это не любовь. То, о чем он говорит. вот. Мужчина. Мужчина. Это не любовь. Это не то, что нужно вам. Ему нужна семья. Вот. Понимаете? Он хочет семью. Он хочет сохранить отношения. Хочет семью. Вам нужна же, в свою очередь, любовь. И любовь, любовь и сохранение семьи, как это не может быть, ааа, парадоксально, может быть, как это не печально звучит. Да? Но это разные вещи. Дальше идем. Так что определите целью, что делать, чтобы что. Мне хочется иногда его простить, но он мне сделал больно. А, понимаете? Вот. Вот. Как вам сказать, смешка. Ааа. Нельзя. Нельзя. Хотеть. Простить. То есть, вот, вы извините, да? Но, хотеть, ааа, простить нельзя. Мы либо прощаем, либо нет. Мы либо можем, ааа, как бы, ну, позволить себе простить. То есть, либо мы, либо мы, либо мы имеем силы прощать в себе, либо нет. Вот. А, такого, чтобы, вот, ну, хочу простить, но не могу, это, это игра слов. Это не прощение. То, что вы пишете по поводу того, что он вам сделал больно, да, это так, это так, безусловно, человек сделал вам больно, все верно. Но. Есть одно но. А именно. А именно. То, что человек сделал больно вам, в некоторой степени, является вашей ответственностью. То есть, вам больно было, вам больно стало. Почему-то. Знаете, понимаете, какая история. Вот. То есть, если мы говорим о том, что вам больно, то нужно сперва разобраться с тем, а почему вам больно было. Что именно причинило вам больно. И взять на себя ответственность, как я уже сказал, за это. Это обязательный, обязательный фактор. И прощение. То есть, если вы хотите простить, если мы говорим именно о прощении, если мы говорим, то для того, чтобы простить, нужно перестать воспринимать то, что с вами случилось, как больно. Вот. То есть, вариантов тут, в принципе, много. Можно мужу еще раз все высказать, да. Можно попытаться понять его, значит, причины, почему он, ну, почему он так вот делал, да. То есть, что, что, что его мотивировало так поступать, да. То есть, может быть, там, ему, не знаю, чего-то не хватало, или что-то еще могло быть. Вот. С этим нужно разбираться. Вариантов, вариантов, вариантов достаточно много. Они есть. Главное, чтобы вы выбрали. такой, который вам, вот, подольше, ну, чтобы, чтобы был, чтобы был такой вариант, который вам, вот, подольше, подольше был бы. Вот. Это главное. Это главное. Дальше, так, я злюсь на него. Опять. Если вы на него злитесь, то, в принципе, встречаться с другим мышиной, да, вы не можете. Если вы злитесь на него, то встречаться с другим мышиной вы не можете, потому что вы не способны человека воспринимать, ну, скажем, скажем так, адекватно. Вот. Не способны. Да. Потому что вы злитесь на другом, у вас есть эмоции к другому человеку. Вы, ага, отношения с ним не завершили, да, но вступили уже в отношения с другим человеком. И потому, что нового мужчину своего вы воспринимаете исключительно, как, эм, средство. Исключительно, как средство для реализации чего-то своего. Ну, для реализации своих, эээ, там, желаний, потребностей и так далее. Дальше, эээ, мне так жаль видеть, как он пробует меня покорить. Почему? Почему жаль? Мне всё равно только жаль. А что есть жаль? Если вы говорите про жалость, то жалость это означает, эээ, ну, по сути, это означает, эээ, при вознесении себя, над, эээ, человеком. Ну, вот, над, эээ, своему, эээ, вы себя, как бы, при вознесении над людьми. Вот. Если мы говорим о жалость. Ну. Вам, тут вам всё равно, эээ, ну, не знаю, не знаю, ээээ, мне как, как-то вот не очень, эээ, не очень мне как-то, эээ, верится и видится, что вам всё равно. Вот. Потому что вы говорите, что вы злитесь на него, вы говорите, что вам хочется простить его, эээ, и, ээээ, тут же вы пишите, что вам всё равно и что вам его только жаль, только жаль. Вот. То есть здесь где-то, ээээ, где-то здесь не застыковка, не застыковка. Где-то здесь не застыковка. Вообще видно. Так. Ну, у мужчины тоже ничего конкретного, только романтика и никаких планов. А я, а я и не хочу снова замуж, хочу любви. А что значит любви? Вы хотите принятие себя, вы хотите, чтобы вас принимали, понимали, уважали, любили, ценили. Да? Ну вот. Это всё вы можете, ээээ, сделать, ээээ, для себя самостоятельно. Своим собственным, как бы, ну, путём. Понимаете? Вот. То есть над тем, чтобы любить себя, над тем, чтобы принять себя, принимать себя, можно и нужно работать. В этом вам можно помочь. В этом вам, ээээ, мощь, можно подсобить. Чтобы вы, ну, не зависели от, эээ, ну, от воли, от воли, например, других людей, допустим. Вот. Можно вам помочь в этом? Если, если хотите, конечно. Поможем. Обязательно. Дальше, эээ, что делать? Сказал, как поступить, чтобы что? Как понять себя, разобраться в твоих желаниях? Я не знаю, у меня это страх и паника. А страх и паника у вас, эээ, от чего? Страх и паника у вас почему? Если вы говорите, что она мужа, вам особо всё равно, если вы говорите, что вам его только жаль, то, опять же, извините, но вы здесь, такое впечатление, что вы здесь как-то вот обманываете, что ли, или, ну, может быть, не сознательно, да, но обманываете. Потому что, ну, ваша паника и страх, они не возникли на ровном месте, они не возникли на пустом месте. Вот. Значит, дело здесь не только в мышчинах, но и, вероятно, чем-то ещё. так, эээ, давайте, эээ, давайте подумаем, в чём именно ещё, эээ, может быть проблема. Вот. Страх и паника могут быть вызваны тем, что вы, эээ, к примеру, к примеру, эээ, боитесь потерять. Лишится, к примеру, эээ, какой-то любви, да, что вы можете потерять то, что ваше есть. А почему вы так боитесь это потерять? То есть, это вот, эээ, все такие, ва, такие вот вопросы, на которые нужно найти, найти ответ. Иногда вы сможете уже лучше взаимодействовать с мужчинами, с собой, и более адекватно устраивать отношения с людьми, ну, с партнёрами. Вот. Мне думается так. Потому что, на, на данный момент, эээ, у вас есть свои страхи, это исключает полностью для вас возможность, эээ, находиться в адекватных отношениях с, эээ, ну, с партнёрами, да. Потому что, партнёры хотят, как бы, увидеть, увидеть вас, партнёра, а вы-то, как бы, партнёром не являетесь. Вот. Поэтому, такая вот история. Так, если я ошибусь в своём выборе, эээ, почему вы боитесь ошибки? Эээ, скажите. Пожалуйста. Разве может быть в жизни, разве может быть в жизни ошибка? Бывают ли в жизни реально ошибки? Конечно, нет. Конечно, нет. Есть результат. Но не ошибка. Поверная вещь. Так, ну, давайте разберём. Давайте разберём. Что вы думаете насчёт ошибок? Ну, вообще. Вообще. Как вы воспринимаете ошибки? Всегда ли вы их боялись, эээ, ну, боялись, например? Всегда ли вы боялись ошибок? Или начали бояться там? Только вот, недавно. То есть, всё это, всё это, нужно исследовать. Всё это нужно разбирать. Вот. И, когда, если всё это будет разобрано, я думаю, что вы увидите единственный путь, который у вас, собственно говоря, есть. Вот. То есть, тут на самом деле, как бы, ну, других там путей нет. В принципе. Тут не может быть других путей. Вот. Я думаю, что, что касается мужчин, то вам вообще ни с кем нельзя всё сбить. Тут вам лучше сделать, перелезать, от всех отдалиться. Вот. И, побыть просто немножко наедине с собой. Вот. И, эээ, подумать, эээ, что же вам, ну, чего же вы, всё-таки, всё-таки хотите, вот вы говорите, что хотите любви, да? Ну, а, что это такое? Что есть любовь? Эээ, как вы, к примеру, любовь, эээ, понимаете? Вот. Любовь же её отдают, её же не хотят получить. А вы такое впечатление, что именно хотите её получать. А это значит, вам чего-то не хватает. А если это, а если вам чего-то не хватает, значит, эээ, всё отношение уже, эээ, выстраивается, ну, некорректно. Как вы понимаете? Вот. Вот так вот, примерно. Эээ, отдельно хотел бы отметить, да, я, по-моему, об этом говорил, но всё равно отдельно отмечу, что, эээ, потребности в любой, любви, ну, в любви, да, потребность, потребность, вот, в любви, эээ, связано с тем, что вы не принимаете сюда. Вот. То есть, вас нет, а, принятия, особенно. Ага. Понимаете? И, соответственно, нужно смотреть именно в сторону ну, выделение тех, тех моментов, которые вы, эээ, отрицаете именно в себе самой. То есть, не в других людях, да, а именно в себе, в себе самой. Вот. Мне, мне кажется, так вот, можно ответить, ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Эээ, ну чё ж, на этом, я думаю, можно закончить, эээ, мой ответ. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя, эээ, какие-то вещи выделите. Я надеюсь, что вы сделаете выводы обязательно. Вот. Из того, что я вам постарался ответить, да, из того, что я сказал. Эээ, и, эээ, значит, значит, ну, подслеживайте, эээ, что же всё-таки с вами происходит. Из того, что всё-таки вы ругались с мужем, почему вам, почему вам хочется его, его простить сейчас, вот, и так далее. Если вам понадобится помощь, эээ, то обращайтесь, а, к любому из специалистов, мы, мы будем рады, эээ, вам помочь. Да. Эээ, если у вас остались вопросы дополнительные, эээ, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, я буду рад ответить на вопросы. если, конечно, не будешь, ну, в моей компетенции, да. То есть, если, эээ, я смогу на них ответить. Вот. А, если вам понравился мой ответ, а, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, а, вот. Я вам желаю всего доброго, я вам желаю, эээ, гармонии, я вам желаю определиться, наконец, своими желаниями, вот. И я вам желаю успешного разрешения данной ситуации, чтобы, эээ, вы или сами справились, или психолога себе начали, для того, чтобы помочь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok